Привет, детишки! Перед вами великолепная, не побоюсь этого слова, игра Underworld Ascendant. Отличный представитель жанра Immersive Sim, а также великолепное наследие такой великой игры, как Arx Fatalis. Все лучшее, что было в ней, все, за что мы ее любили, перекочевало в Underworld Ascendant и было приумножено очень хорошей графикой, великолепным дизайном, классным физическим движком, совместившим в себе Arx Fatalis и Dark Messiah в одну игру. Это великолепное приключение, которое как минимум не оставит вас равнодушным, а как максимум даст понять, что для индустрии игр еще не все потеряно. Прозвучало как-то не очень убедительно, да? Ну, что поделать, я старался. Видит бог, я бы очень хотел именно так сказать об игре. Потому что, глядя на этот проект, ты действительно видишь в ней отличный потенциал, если уж не гигантский, то вполне серьезный. Однако, правда в том, что Underworld Ascendant это самая скучная игра из всех, что я только видел. Самая скучная. В моем топе она резво обогнала Legendary и Demon's Souls и вырвалась на первое место. Клянусь, ничего скучнее я еще в жизни не встречал. Мне очень редко приходит мысль бросить игру, не доходя до конца. Обычно я по натуре люблю дела до конца доводить. К тому же, вроде и так и больше всего можно подметить, дополнить картину, чтобы потом как можно более четче ее вам обрисовать. Но эта игра меня сломала. Это просто выше моих сил. Я поиграл в нее достаточно, чтобы увидеть, как я думаю, все, на что она способна, и больше я в ее сторону даже не посмотрю. А теперь расскажу почему. Я не просто так сказал про Arx Fatalis. Я буду все время сравнивать Ascendant именно с тем, поросшим хом-шедевром. Не потому, что я ее ярый фанат, а потому, что по атмосфере, духу, антуражу она просто порой до мельчайших деталей походит на нее, что я покажу далее. Включая, кстати, геймплейные моменты. Вообще, Fatalis это действительно первоклассный проект, который, в общем-то, и делали, вдохновляясь Underworld Ultima. О ней позже. И эта игра провалилась финансово. Но лишь по той причине, что неудачно выбрано было время выхода. Тут рядом вышли Морвинд и Neverwinter Nights. Однако, кого волнует это финансовое благополучие, когда речь заходит о содержимом, верно? Быть похожим на Arx Fatalis это не упрек, это честь. И у Underworld Ascendant были все шансы стать фактически воплощением той самой атмосферы, которая, по факту, его родная атмосфера, учитывая источник. Но вместо этого... Вместо этого игру ждал полный провал, и уже не по причине конкуренции. Этой игре вообще сложно с чем-либо конкурировать, кроме разве что полного безрыбья. Вот знаете, когда на планете не останется игр, кроме Underworld Ascendant, а мне очень захочется поиграть, вот тогда уж я, так и быть, задумаюсь о самоубийстве. Ладно, я тут все шутки шучу. Так что же меня так расстроило, спросите вы? Ну, сперва ничего. Наоборот, порадовало. Ты появляешься в неком подземелье. И подземелье это дико атмосферное. Вот сразу с козырей прям игра пошла, это действительно ее козырь. У игры великолепный дизайн уровней. Дело не только в дизайне как таковом, но еще и в антураже. Все же им удалось создать ту самую атмосферу. Атмосферу тайны, сокрытой глубоко в подземелье, куда не проникает солнечный свет. Ты будто бы ощущаешь, что пронесся во времени назад. Разумеется, огромную роль здесь играет волшебный антураж. Он действительно волшебный. Гораздо более волшебный, кстати, чем в Арксе. И при том волшебный в прямом смысле. Повсюду магические огоньки, кристаллы, непонятные светящиеся грибы, растения, создания. От этого местность кажется немного чужеродной, трудно узнаваемой. Это потому, что легко узнаваемых элементов тут попросту нет. Нет привычных нам каменных крепостей, людей в латах, факелов даже нет. Тут все иное. И это по-своему великолепно. Ты будто попал в другой мир. Антураж, дизайн, атмосфера в игре на высоте. Однако, помните, я рассуждал не раз на тему того, что игры с хорошей графикой и плохой атмосферой менее предпочтительны, чем наоборот проекты с плохой графикой и хорошей атмосферой. Вот тут случай вообще иной. Графический Underworld Ascendant шикарен. Возможно, технологический график звезд с неба не хватает, но ее просто потрясно поддерживают те самые дизайны антураж. И на недочеты уже и не хочется смотреть, ты их даже не замечаешь. Графика хорошая. Атмосфера хорошая. А вот геймплейно игра как раз таки подкачала. Это ее самая слабая сторона. Я бы, наверное, даже так сказал. Это вообще не какущая сторона. Хотя, казалось бы, столько возможностей. Вот мы с первых же шагов вновь подмечаем тысячу и одно сходство с Арксфаталис. То, как герой ходит, издаваемые при этом звуки, то, как машет кулаками или берцовой костью, да, потому что первое же оружие это берцовая кость. Тоже постоянные землетрясения. Как все знакомо. И тут, наверное, у некоторых закралось впечатление, что я критикую игру лишь за то, что она не похожа на то, на что бы я хотел бы, чтобы она была похожа. Но нет, тут все гораздо прозаичнее. Underworld Ascendant вообще не похожа на игру как таковую. Это скорее такой бенчмарк, такой глаз разработчик. Мол, смотрите, как мы умеем. А прикиньте, что будет, если нам еще денег дать и время? Было бы прелестно, если бы все было именно так. Однако Underworld Ascendant это законченный продукт, который после релиза в 2018 году еще год потом дорабатывался. Так как из-за одних только багов играть было невозможно. Честно говоря, даже сейчас проблематично. В общем, с первых шагов нам демонстрируют боевую систему. Сильный замах, слабый замах. Замечательно. Выбор направления удара. Вот он, олдскул. Я уже не буду в сотый раз добавлять фразу как в Аркс Фаталис. Думаю, если вы знакомы с той игрой, то и сами подметили уже не одно сходство. Вот есть, например, мечи. Есть кинжалы. Есть дубины. Есть топоры. Да. Чем они отличаются? Ну, скоростью атаки. Разделения на тип урона нет. Впрочем, это не страшно. Хотя, хотелось бы видеть, что мешало-то. Ладно, направление удара есть. И фактически мы таким образом можем фехтовать. Да еще и блок даже в наличии. Прям как в Дарк Мессая. На Мессая, кстати, игра тоже очень похожа. И, казалось бы, тут все как в Фаталисе. Даже вон блок есть. Чуть и не так-то. Ну, давайте скажу прямо. То, что смотрелось хорошо в 2001 году, в 2021 смотрится как-то, знаете, скудно. Ладно, пусть нельзя взять щит. Хотя, казалось бы, ну что мешает. Ладно, тут не буду настаивать. Возможно, и можно. Просто я нигде вообще ни разу щита не встретил. Пусть нет двуручного боя по-македонски. Это несущественно. В бою нет главного. Нет драйва. Опять же, если сравнивать с Дарк Мессая, то там боевая система точно такая же, разве что обе руки задействованы. Ну, серьезно, направление ударов, блоки, физические взаимодействия и о них позже. Даже аналог Пинкату тоже есть. Но там драться было очень интересно, а здесь тебе не интересно. Потому как искусственный интеллект врага попросту все портит. Он ведет себя очень предсказуемо в подавляющем большинстве случаев. Просто прет вперед без ухищрений. Он не пытается уклониться, он не маневрирует. Ты просто зажимаешь сильный удар, подбегаешь, лупишь, тут же принимаешь на блок ответку, которая есть всегда, и так далее. До победного конца. Все происходит как по скрипту. Одна и та же схема на большинство врагов. Можно, конечно, сослаться на то, что это же глупая нежить, основной враг в игре, поэтому она так тупит. Но нет, это не так. Иные твари ведут себя точно так же почти все. Поэтому какую-нибудь крутую бню можно уничтожить гораздо проще, чем ты мог бы себе это представить, глядя на нее. И это еще не считая тех случаев, когда искусственный интеллект начинает жутко тупить и просто утыкается в стену, останавливается. У меня не раз враг утыкался в горящие объекты и просто сам себя убивал. И мне за это как бы засчитывали очко. Ну, замечательно. Или вдруг наоборот. Нормальное боевое поведение будто бы неожиданно включается. И тварь, только что тупившая в стену, начинает резво тебя намыливать просто. Ну и в итоге бой это самый настоящий рандом. И рандом совсем не занимательный. Со Стеллосом здесь забегая вперед та же беда. А, да, здесь же еще есть такие замечательные враги. Ммм, просто прелесть. Ты по ним, значит, ударяешь, они телепортируются в другой конец условной области и снова бегут к тебе. Снова получают по репе, снова исчезают в дыму, как ниндзи, и снова бегут. Наверное, предполагается, что они должны появляться в разных местах, в том числе заходить со спины. Я что, дурак, что ли, подумал в стирлице и встал спиной к стенке. И в итоге этот отчаянный самурай пять минут бегал ко мне на чашечку булавы. Я реально его минут пять по ощущениям лупил. Ну ладно, это же просто мои субъективные придирки. Хотя вот дым, в котором они исчезают, очень даже хорошо просаживает фпс. Такие ниндзи это исключение из правил. Обычно все по первой схеме проходит, из-за чего сражаться в рукопашном бою тут очень скучно. На выходе мы имеем немного будто бы недоделанную, но в принципе очень неплохую, аутскульную такую боевую систему, которая игре просто нафиг не нужна. Динамика боя совершенно отсутствует и хочется это действие просто промотать. Но это же симулятор подземелья, в конце концов, волшебный мир. Тут же наверняка есть иные способы сражения. Разумеется, есть. Есть и полноценный стелс, и не менее полноценная магия. Начну со стелса. Здесь на самом деле проблемы ровно те же. Стелс тут очень даже неплохой. В тени тебя не видно, приседаешь, включается индикатор скрытности. Шмыгаешь в тенях и тебя не замечают. В принципе, многих врагов можно просто обойти не сражаясь, и это без сомнения плюс. Но далеко не всех. К тому же проскальзывая в тенях мимо врага, ты лишаешь себя опыта. Дело в том, что очки опыта на прокачку тут начисляются именно за убийство, так что хочешь не хочешь, а иди сражайся. И вот тут начинается неприятное. Можно ли подкрасться и по-тихому устранить врага? Ответ весьма озадачивает. Ты хрен его знает. Игра тебе про это не скажет. И опытным путем это выяснять очень проблематично, знаете ли. Все потому, что игра совершенно неприветлива к игроку и скрывает вообще всю информацию, какую только можно в принципе скрыть. Например, оружие ломается. Да. Индикация поломки есть? Нет. Ее нет. Вместо этого меняются названия. Например, булава безупречная скоро станет булавой поношенной. В принципе, задумка неплохая, и было бы замечательно, если бы это был единственный такой момент в игре. А тут такое все. Опять же, тех же градаций поломки несколько. Есть, например, поношенная булава и заношенная булава. Спасибо, локализаторы, сделали игру еще непонятнее. Какая стадия отражает какой регресс предмета? Хрен его знает. Насколько хватит еще вот той словной булавой? Да опять же, хрен его знает. По идее, можно предположить, что игрок должен сам подмечать такие вещи и выучивать внутренний такой вот неочевидный поначалу язык игры. Однако это на бумаге кажется занимательным на деле, тебе это надоедает моментально. Все эти визуальные интерфейсы, они не от гедонизма, они просто необходимы для нормального восприятия игры. И так здесь во всем. Какой урон ты наносишь? Неизвестно. Критуешь ли ты или есть тут вообще крит? Тоже не ясно. Ну как хотя бы защищать доспехи? Ты сам иди разбирайся, никто тебе не скажет. Выяснить, что, к примеру, простое оружие не пробивает доспех, это уже целое открытие. Какой урон у оружия? Как их сравнить по урону, а не как? Это, знаете ли, неудобно. Ладно, чем может орудовать ассасин? Есть метательные кинжалы, есть луки. Ну, то есть, луков нет. Да, ты ходишь, подбираешь стрелы, а лука нет. Тебе рассказывают, как стрелять, предлагают попробовать. Да хорошо, давай попробуй, где лук-то. А лука нет! Йо, все, нет и нет. И только случайно я выяснил, что лука нет в игре. В принципе, ты просто берешь в руки стрелу, и лук у тебя появляется в руках сам. И это крайне странное решение в подобного жанра игре. Зато есть стрелы обычные, есть стрелы с эффектами, типа там на повышенный урон там. И есть еще, например, водяные стрелы, честно гасящие источники света. Но когда доходит до сражения, выясняется, что скрытно кого-то ликвидировать, это целое приключение. Гораздо проще запинать булавой, даже если ты маг. Вот, кстати, о магии. В арксе магическая рунная система подавалась как нечто новаторское и крутое, и знаете что? Она именно таково и была. Что и здесь. В Ассенденте тоже крутая рунная система, кто мог подумать. Она немного иная. Не нужно чертить руны мышью. Учитывая, как тут все багует, оно может и к лучшему. Руны ты просто находишь нарисованными на камешках, собираешь их, как вы поняли, и разучиваешь заклинания. Это если они где-то написаны, а вот если нет, ты можешь экспериментировать, просто складывая до четырех рун. Каждый рун – это глагол в языке рун, оно имеет название и значение. Ты, комбинируя значения, получаешь заклинание. Притом новое заклинание просто появляется у тебя в списке без обозначений, разве что называется типа как вредоносное заклинание, такучие заклинания, защитные заклинания. Но, в принципе, название ты можешь дать сам, собственно, и испробовать это заклинание тоже можешь ты сам. Ну, собственно говоря, других вариантов-то и нет. Ты можешь, например, нечаянно отравить себя, можешь, вот как я, вызвать какого-то мужика с киркой, который начнет шуровать по комнате. Я грешным делом подумал, что это напарник для боя, ну, как бы выглядит он соответствующе, но в бою он просто стоял и ничего не делал. Самое забавное, что в ответ на это враг тоже стоял и ничего не делал. Да, вот это я понимаю, волшебный бой, наверное, какой-нибудь ментальный такой невидимый глазу. Вообще тут снова все хорошо лишь на бумаге. Магическая система отменная, но она здесь просто нафиг не нужна. Полезных заклинаний на ранних уровнях почти нет. Есть лишь лечение и волшебный кулак, который жрет ману как не в себя, а урон наносит, ну, не так уж прям много даже при прокаченной силе волшебства. Лучше уж врага мечом затыкать. А еще лучше использовать волшебные палочки. Вот что мне понравилось и на что нет нареканий от волшебной палочки. Каждая заряжена определенным заклинанием, и даже если ты не знаешь нужных рун, ты можешь использовать палочку. Правда, ману все равно списывают с тебя. Единственный способ восстановить ману, это собирать невидимые шарики по уровню. Видеть их ты сможешь лишь если возьмешь нужный навык. Задумка интересная, хотя не всегда удобная. Мана кончается откровенно быстро, ни на какой маломальски серьезный бой ее просто не хватает. К тому же заклинания имеют шанс сорваться, но это нивелируется прокачкой. Так как я играл за мага, мне было чуть-чуть веселее, чем представителям другого класса. Хотя, наверное, в данной игре играл за мага это неправильная формулировка. Здесь наш персонаж на самом-то деле универсален. Часто я атаковал именно железякой, банально просто маны не было на магию, но зато постоянно игрался с огнем, поджигая все подряд. Вообще, игра с огнем тут сделана шикарно, прям дарк миссай во всей красе. Перед тобой запертая дверь? Ну, по идее, можно найти ключ. Но кого это волнует? Да, сильный воин может ее выбить, но это скучно, потому что сжечь деревянную дверь может вообще кто угодно. В принципе, для этого даже не нужно быть магом, не нужно никаких палочек. Тут почти все предметы имеют вес, и персонаж может свободно таскать большинство из них. Например, взять ящик, поджечь его вездесущими факелами, и все, кидай к любой деревяшке, ну, почти к любой, да, кроме тех, что является стенами, и смотри, как оно горит. Таким образом, можно не только открывать некоторые запертые двери, но и находить некоторые тыники. Например, прожечь пол, или наоборот, потолок. Главное, чтобы балкой по балде не ударило. Бывает и такое. И это действительно круто. Ты на все на это смотришь и понимаешь, господи, как же это круто, какая же шикарная задумка, и оттого становится еще обиднее. Жаль, что все это относится только к несюжетным ответвлениям. Сюжетные двери все равно открываются только ключами, а их нельзя сжечь или выломать. Ну, то есть, вариативность как бы есть, но она ограничена. Я не просто так сказал, что игра за мага чуть веселее, чем за другие классы. Я подразумевал именно игру с огнем, потому что в Wonderworld Ascendant есть еще один серьезный минус. Непрогляднейшая тьма, ятишки, да. Темнота должна быть темной, понятное дело. Мы же все-таки в подземелье, да. Но никогда мы вообще света не видим. Вы уже заметили, что футажи почти все непроглядно темные. Вот вся игра, но в принципе такая. Пока горит огонь, светло, но горящие предметы скоро погаснут и вновь настанет темнота. В любом подземелье должны быть переносные источники света. И тут таковы тоже есть. Это не факелы, видимо, чтобы мы совсем уж свободно не поджигали все подряд. Это красивый светящийся кристалл зеленого цвета. И в чем же здесь беда? Ну, например, в том, что радиус свечения крайне мал. И не видно практически вообще ничего. Или, например, в том, что игрой не предусмотрена элементарнейшая, казалось бы, нормальная и здравая возможность ношения одновременно кристалла и оружия. Ну, то есть, если на тебя бежит враг, ты достаешь меч, там, не знаю, руны, палочку, все что угодно, и все, ты в непроглядной темноте и сражаешься буквально на ощупь. Тут полыгры происходит на ощупь, и это просто отвратительно. Здесь некомфортная темнота. Это симулятор слепого крота, который тыкается носом в стены. Походив так минут 10, ты уже всерьез задумаешься продолжать ли играть. Вообще, эту игру невозможно проходить за поем, даже если она тебя реально завлекла. А меня, например, она реально завлекла поначалу. Ты очень быстро устаешь, и не последнюю роль в этом всем играет нагромождение чужеродной информации. Тут даже шикарный дизайн уровня начинает уже играть деструктивную роль, ибо левел-дизайн явно непривычный человеческий. Тут не так уж и очевидно, куда идти и каким способом идти. Дело, видите ли, в том, что тебя с первых же секунд начинает пичкать сложные, нихрена непонятные информации. Тифон захватил подземелью. Или не Тифон, или Тифаль, я не помню. И там какая-нибудь обалабабамба в опасности, там, кем-нибудь там, не знаю. Килики угрожают, там, Тифиндом каким-нибудь. Что вообще? Тебя просто засыпает какими-то совершенно незнакомыми именами, названиями, терминами, причем иногда даже непроизносимыми понятиями. И ты просто утопаешь во всем этом. Это задирает планку порогов хождения просто до небес. Ну нельзя так делать, нельзя. Нельзя на игрока так вот выливать такую дичь, вот прям с порога, не дав даже адаптироваться к миру. Что за раса, что за местность, какое еще пророчество? Я ничего из этого не знаю, я ничего из этого вообще не понимаю. И так происходит постоянно. Накал не сбавляется ни на минуту. Призрака нельзя сразить. Ищи Эдалон и его Анимус. Че, блядь? Какой еще Эдалон, какой Анимус? Ты мне можешь объяснить по-русски, че тебе вообще надо? Че ты хочешь? Я какой-то тотем нахуячивал полчаса, дважды сдох и даже и так и не понял, я вообще правильно делал или нет? И вообще, он вообще урон хоть получает? В городе, кстати, в очень темном и, мать твою, дизайнерски запутанном городе, тебе-то там какой-нибудь NPC скажет что-то вроде «Я разговариваю с Абабайей». С кем вообще? Абабай, я советую тебе быть как Абдердон, не унимается. С этого «Как кто? Что? Где? Вы издеваетесь, что ли? Да идите вы в сраку, ну серьезно!» Игра кажется чужеродной, и, как следствие, атмосфера распадается вот прям на глазах. Тебе просто больно хочется плакать. Игрока тут будто бы не ждали. И, как оказалось, это не так уж далеко от правды. В отчаянии я попытался выяснить, что же это за такие неведомые Абабайи и Тифоны, да, и выяснил. Оказывается, Underworld Ascendant — это прямое продолжение, неплохой, как говорят в серии Underworld Ultima. «Стигийская бездна» — это, оказывается, предыдущая игра из этой серии. И, как бы, разработчиками подразумевается, что игра — это для посвященных, и мы должны были играть в «Сигил Абисс» и знать более-менее, что это за мир, что там в нем за понятия, термины и прочее. Это весьма странно. Все же, я думаю, стоит делать игры более дружелюбные к незнакомым со вселенной новичкам. Так можно все-таки расширить аудиторию, да. Но это более или менее приемлемо. Было бы, если бы не одно маленькое «Но» — «Сигил Абисс» вышло в 1992 году. В 1992 году! 30 лет назад! 30! Разработчики всерьез считают, что мы должны все это помнить, что там было в 1992 году. Да и кто такие эти мы? Даже игравшим в это в 20-летнем сознательном возрасте сейчас уже полтинник. Им уже точно чаще всего не до игр, в принципе. О подавляющее большинство никаких андевордах Ульси мы не слышали вовсе. Вы совсем там что ли кукухой? Поехали, я не знаю. Да, именно такое впечатление создается. Все ли так плохо в Асэндете, спросите вы, наверное, в отчаянии уже, уливаясь слезами. Нет, нет, не все. Помимо уже названных плюсов, и плюсов, заметьте, серьезных, это сейчас без сарказма, тут есть и интересные мелочи. Например, реализован голод. А жажда, кстати, нет, что странно, но ладно. Персонаж голодает, и ему приходится постоянно жрать. Еду можно найти, но мы не знаем свойств этой еды, поэтому первый раз просто жрем все, что попалось. Да, уродливую рыбу, непонятная корочка, траву, грибы. А гриба от всего этого не только сытость, но и кровоточение, галлюцинация, отравление и чуть ли не понос. Что здесь не так? Да нет, все так. Вот только где добывать эту еду? Покупать можно, но невыгодно и затратно. Готовить ее или как-то добывать мы сами не можем, в отличие от Фаталиса. Там готовка была таким прикладным занятием, но только вот в сравнении ты понимаешь, насколько же она скрашивала геймплей. Тут получается, что единственный оптимальный путь приобретения еды это нахождение ее в разных бочках и контейнерах. Однако, как ее оттуда достать, контейнеры не открываются. Можно поджечь, да, но они долго горят. Разбить? Ну да. И вот, значит, ты стоишь и как дурак в полнейшей темноте околачиваешь ящики кувалды. Очень интересное занятие. А эти ящики, в свою очередь, могут физически реалистично отлетать и уже не очень физически реалистично бить тебя по балде. Вообще, да, физика тут веселая. Она все еще багует. То есть, когда какой-то предмет под ногами вдруг бросает тебя вперед, убивая стену, или наоборот, когда предмет вдруг начинает трепыхаться и банально забивает тебя насмерть, это, конечно, очень-очень весело. Или ты, значит, стоишь перед горящим полом, вдруг от одного шага тебя просто кидает вперед, ты падаешь вниз и сверху еще получаешь падающие балки по макушке. Особенно это приятно, если знать, что при перезагрузке уровня любым способом все нажатые рычаги, плиты, открытые двери возвращаются в изначальное положение, да. То есть, ты потратил кучу времени на открытие системы дверей, а потом подскользнулся на физике и улетел нахрен на рез, делаю все заново. И даже загрузка готового сохранения здесь не спасает эффект тот же. Большое спасибо! Очень способствует реиграбельности. Да, а еще здесь можно застрять в текстуре. Просто застрять в текстуре. В городах живут какие-то уроды-рептилоиды, изредка люди, и ты во всем этом гадюшнике чувствуешь себя как чернослив в борще, немножко не к месту. Зато радуют постоянные надписи на стенах. Да, как по мне, их даже слишком много. Ощущение, что тут целый легион с мелками шуровал. Дарк Соус какой-то. Ну ладно. Исследования локаций, в принципе, интересны, особенно если учесть физическую модель. Я уже не помню, когда со времен Half-Life 2 нам можно было добраться до цели, просто построив пирамиду из ящиков. Да и вообще, задел жопой стол, с него сыпятся склянки, бьются опол, красота. Отличный подобран звуковой амбиент. И даже саундтрек по ощущениям красив. Насчет последнего я не уверен. То, что я слышал в игре, звучит нормально, но редко. А скачать саундтрек отдельно мне не удалось, его хрен найдешь. Настолько вот игра непопулярна. И, кстати говоря, локализацией шрифт подобран какой-то вот совершенно неподходящий. Но это уж теперь ладно. Да, даже не знаю, стоит ли говорить, что на фоне всего этого неудобная прокачка это уже сущая мелочь. Она строится на очках, а очки зарабатываются в первую очередь методом сбора меморы, и во вторую за трюки. Трюк это нестандартное уничтожение врага. Что такое нестандартное? Ну, это если ты все время, например, охаживал их дубиной, а сейчас вдруг решил убить скрытно. Это вот считается трюком. Вообще иногда очень забавно, скажем, не лезть в бой с ревом, а поджечь под врагом деревянный пол, но долго так развлекаться не получится. Это очень быстро надоедает, а больше в игре, в общем-то, и ничего нет. Вот так вот. Я несколько дней ждал, когда у меня остынет модуль негодования, иначе бы обзор состоял полностью из нецензурной брани. Видеть перед собой настолько потенциально великолепный проект и осознавать, что его просто вот похерили, вот так вот бездарно, это больно. Это реально больно и обидно. Притом, разработчики совсем не бездари, нет. Они в какой-то степени даже метры. Но что-то вот им, видимо, не хватило. Уж не знаю, чего им не хватило, но не получилось. Игра не получилась. Получилось красивое нечто минут на 10-15, максимум на 2 часа, после которых об Undeworth Ascendant хочется забыть, как о страшном сне. Жаль, очень жаль. Могла бы получиться действительно интересная игра. А так, еще один Личдом Battlemage. Похоже, возрождение жанра снова откладывается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова